Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы, продолжая, завершаем тему истории русского монашества в 14-м, первой половине 15-го столетия. Хотя, может быть, немножко мы даже будем вынуждены выйти за эти строгие хронологические рамки. Мы говорим о школе преподобного Сергия и о тех обителях, которые возникали параллельно. В прошлый раз мы остановились на моменте, который обычно характеризуют как тема источника монастырских доходов, ну и назвали главный. Главный из них – это земельные угодья. Вклады в монастыри, в основном это вклады на помин души. Помимо этого были и другие источники, это некие единовременные вклады, это то, что приносили в монастырь люди, искавшие пострижение. А эта драгоценная утварь, она тоже достаточно быстро появляется. Вот достаточно обратить внимание на хранящиеся в Троице-Сергиевой лавре в Музее Московской Духовной Академии литургические сосуды времен первого поколения иноков Троице-Сергиевой обители. Они деревянные. Они деревянные. Риза преподобного Сергия из простой крошенины, из крашеного холста. Ну и очень скоро уже в качестве вкладов дается вот эта утварь драгоценная. Немало сохранилось памятников, но такого высокохудожественного характера. И потиры, и дискосы, драгоценные лампады, другие предметы церковной утвари, которые давались в монастыри. Но нас все-таки интересуют земельные владения, потому что уже в XIV веке по этому поводу возникают некие разногласия. Святитель Киприан, митрополит, пишет преподобному Афанасию Высоцкому, ученику преподобного Сергия. «Владеть иноком, селами и людьми не предано святыми отцами. Как можно отрекшемуся от мира и всего мирского снова связывать себя мирским делом и таким образом являться преступником своих обетов. Пусть село будет около монастыря, но иноком в нем никогда не бывать, а отдать его в управление какому-нибудь богобоязненному мирянину, который бы доставлял в монастырь все готовыми припасами». И вот здесь-то и завязывается тот узел, который окончательно будет разрублен в XVIII столетии. Это вопрос о земельной церковной собственности. Касается этот вопрос не только монастырей, но и собственности земельной архиерейских кафедр. Очень быстро значительная часть пригодных земель, она вот как-то выйдет из экономического оборота государства. А ведь земля для правителя – это то, чем он расплачивается со своими приближенными, предоставляя на время. Он хозяин, да, он дает в некое владение, за службу. С течением времени будет именно так. Будет много по этому поводу споров, когда и часть монашествующих будет выступать против владения землями. И надо сказать, исторически все будет это очень скоро. Ну а пока вот такой вопрос был поднят, вероятно, преподобным Афанасием. И святитель Киприан, Афанит, прошедший вот такую вот афонскую школу, говорит о том, что владеть селами не следует. Это нарушает и внутреннее состояние иноков, и распорядок. Ну а как, собственно говоря, бороться вот с этим соблазном, вступиться в купли житейские? Потому что монахи действительно вовлекались и в хозяйственную деятельность бурную, там, забывая отчасти, может быть, о каких-то своих иноческих прямых обязанностей, да, собственно, ради чего они пошли в монастырь. И отвлекались конфликтами с соседями, с теми же крестьянами. Тоже не всегда все это было гладко. И вообще иноки должны были вот принимать на себя должности таких вот управителей. Это проблема. Вот, это проблема. Как противостоять этому? Ну а потом, вотчины осваиваются, монастыри, многие оказываются на молочных реках, на кисельных берегах. Как противостоять вот этому богатству? Как употребить его? Завет наставника, первого основателя монастыря. Эти заветы со временем забываются, и следующие поколения уже не могут удержаться на таком уровне, потому что, может быть, и в последнюю очередь перед ними нет уже такого яркого личного примера. Так что вот эти проблемы зарождаются уже в том периоде, о котором у нас с вами идет речь. Но о монастыре мы говорили много о значении монастыря, да, и судная касса, да, и школа хозяйствования, и приходская церковь, и, конечно же, школа духовная, потому что монастырь – это ведь место, где совершается молитва за весь христианский мир, за весь крещеный мир. Почему именно в монастырь делаются вклады? Потому что, понятно, иноки, совершая ежедневно или, ну, гораздо регулярнее в любом случае, нежели в приходской церкви богослужения, поминают сродников. Это место, где совершается поминовение, и мы можем видеть и в наших древних хранилищах, иногда в экспозициях музеев, огромные синодики, списанные сотнями, если не тысячами, и мы. Монастырь – это школа благочестия. Здесь богослужение образцовое, опять же, более регулярное, строго соответствующее уставным требованиям. Здесь есть для этого книги, потому что в приходских храмах могло тех или иных книг не быть, и вообще служили под воскресенье, да, под праздники. А здесь все идеально. Идеальная школа молитвы, богослужения, благочестия. Монастырь – это место, где люди исповедуются. А пока мы не будем подробно рассматривать этот вопрос, скажем лишь, что не все служители, рукоположенные в священный сан, имели право принимать исповедь. Такова была практика. Духовный отец, покаяльный отец, должен был иметь соответствующую грамоту от архиерея. И вот как-то в нашей традиции уже в этот период тот, кто принимает исповедь, – это монашествующий. Вот иногда он даже временно пребывает на приходе. Ну и вообще со своими бедами, со своими скорбями, со своими грехами принято идти в монастырь, потому что вот такое особое отношение к монашеству. Монашество распространяется территориально. Преподобный Сергий, возобновитель общежительства, великий духоносный старец, благословляет своих учеников основывать обители. Некоторые из них являются очевидцами великих, чудесных событий. Это, скажем, иноки Исааки и Макарий видят ангелов, которые сослужат преподобному Сергию. Преподобный Михей сподобился быть свидетелем явления Божьей Матери в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Явление это было преподобному Сергию монах Симон видит небесный огонь, который сошел в чашу, от которой преподобный Сергий причащался. Ученики-основатели монастырей Павел Сильвестр Абнорский. Павел Абнорский, как мы говорили, три года прожил в дупле дерева, но вообще на этом свете, согласно житию, он умер в 112 лет. Вот эти иноки основали три монастыря на Вологодчине. Авраами Галичский или Костромской основал четыре монастыря, общежительных монастыря в окрестностях Галича Костромского. Преподобный Никита основал монастырь в Боровске, преподобный Иаков основал Железно-Боровский монастырь, Афанасий Серпуховской, как мы говорили, Высоцкую обитель в Серпухове, Мефодий Пешножский, Никольский монастырь, близ Дмитрова, Савва Старожевский, принимавший исповедь у самого преподобного, Сергий основывает монастырь на горе Старожа, близ Звенигорода. Племянник преподобного Сергия, преподобный Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский, не основывает монастырь, но приходит наставником, игуменом в Симонов монастырь, ну тогда, под Москвой сейчас, в Москве, основанной в 1370 году школа преподобного, ее авторитет таков, что приглашают учеников А.В. Сергия возглавить братью тех или иных новооснованных монастырей. Такова же история с Андрониковым монастырем в Москве. Первоначальниками в этой обители были преподобные Андроник и Савва и своих учеников преподобный Сергий навещал. До сих пор неподалеку от обители есть часовня, именуемая Проща, в традиции московской, где преподобный после беседы, где он давал наставления преподобному Андронику, с ним прощался, и после этого он отправился назад, на Маковец, в Троицкий монастырь. Но помимо непосредственно школы преподобного Сергия, о которой мы, в общем, достаточно много говорили, упоминали, есть еще современники преподобного Сергия. Их называют собеседниками. Это преподобный Стефан Махрический, который пришел из Киево-Печерского монастыря, общался с преподобным Сергием и основал обитель Махрический монастырь. Преподобный Дмитрий Прилудский, уроженец Переславля Залезского, основал монастырь близ Вологды. Это Дионисий Суздальский, основавший Печерский, так называемый, Печерский монастырь в Нижнем Новгороде. Преподобный Кирилл Белозерский, который по особому откровению Божией Матери, со своим собратом, преподобным Ферапонтом, отправился на север и положил начало тому, что именуется нашей традицией северной фиваидой, знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь. Ну а преподобный Ферапонт неподалеку основывает тоже всемирно известную обитель, во многом благодаря фрескам Дионисия, которые расписывал собор Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря. Северный Кирилл Богородицы Преподобный Корнилий Комельский, он скончался в 1537 году, хотя подвиги свои начинал еще в 15 веке. Сам он был из боярской семьи, мы говорили, да, вот что типичный такой представитель древнерусского монашества. В середине 15 века, в 20-летнем возрасте, пришел в Кирилло-Белозерский монастырь, где был на послушании у старца Геннадия. В течение 10-15 лет пребывал он в этом обители, потом странствовал по монастырям. Это вот тоже интересный момент. Если в позднейшую эпоху мы с прискорбнейшим явлением сталкиваемся, это бродяжничество монахов, то здесь иноки путешествуют, ища более строгих, более совершенных форм аскезы монашеской, аскетической жизни. Это не возбраняется, он ходит, набираясь духовного опыта, и мы не раз с этим будем сталкиваться, говоря о монашестве того времени. Ну и потом он приходит в дремучие комельские леса. Там, среди болот, места такие, в общем, для жилья, да, не самые, прямо скажем, благоприятные. Он претерпевает многие лишения, искушения, в таком вот, в одиноком подвижничестве. И в 50 лет, уже достигнув совершенства, он основывает общину иноков. И, в общем-то, жизнь этих иноков оказывает влияние последствий на традиции уже представителей следующего поколения, преподобных Нила Сорского и преподобного Иосифа Володского. Вот из обители преподобного Корнилия вышли Кирилл Новоезерский, который основал обитель на озере. Геннадий Костромской, тоже выходец из обители преподобного Корнилия Комельского, а также Филипп Ирабский. Спасокаменный монастырь – это тоже русский север, это Кубинское озеро, основанное в XIII веке. Вот из этой обители вышел преподобный Дионисий Глушицкий, очень кроткий, милосердный, смиренный игумен, основавший Кеномию. Тем не менее, именно общежитие, где он должен был быть игуменом, наставником. И при этом, будучи человеком, обладающим замечательными золотыми руками, он построил церковь и сам для нее сделал всю утварь, все необходимое, потому что, конечно, обитель его поначалу была очень белой. Что касается частных лиц, которые основывают монастыри, это святитель Алексий, митрополит московский, который, мы знаем, основывает обители память, знаменательных событий своей жизни. Конечно, это не только в его жизни, в жизни всей русской церкви, русского общества. Это Чудов монастырь, основанный в память об исцелении ханши Тайдулы. Чудов располагался в Кремле, как мы знаем, на месте ханского двора, территория которого была передана в дар благодарной исцеленной ханшей. И спас Андроников монастырь на высоком берегу Яузы в память и в благодарность Богу за спасение во время бури, которая застигла корабль, на котором плыл святитель, при возвращении его из Константинополя. Для своих сестер Евпроксии и Юлиании он основывает женскую обитель в Москве, в районе Астужья. Монастырь этот первоначально именовался Алексеевским, но сейчас он известен как Зачатийский. И просто обитель эту переносили на новое место, прежнее место было в запустении, возобновил монастырь царь Федор Иоаннович, но уже с другим посвящением соборного храма. Возобновлен святителем Алексеем Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде и основан Серпуховской владычный монастырь. По особому откровению, святителю Алексею было откровение, и он отправляет своего ученика в Орлаама, почитается как преподобный, как основатель этой обители, выбрать место, Серпуховое место для обители в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. И вот видит он на берегу Аки вот эту картину, как Пресвятая Дева поднимается по ступеням, и вот на этом месте он и основывает монастырь по благословению святителя Алексея. Конечно, князья. Продолжается традиция вот таких вот ктиторских монастырей, где для представителей высшего сословия были условия для некоего пребывания, ну, скажем, на период говения, подготовки к принятию святых тайн, ну и вообще в любой момент в какие-то трудные, может быть, на трудных этапах своей жизни они могли в этот монастырь удаляться. Первый князь Московский, Иудильный, младший сын святого благоверного князя Александра Невского, святой благоверный князь Данил Александрович, основывает первый известный в московской истории монастырь, именуемый сейчас свято Даниловым. А общепринятая дата, ну, она так была принята именно как официальная, потому что есть и другие даты по разным источникам, оно общепринятое, 1282 год. Ну, монастырь вот такой вот типично княжеский, он и недалеко от Кремля, и особенно если по Москве и реке, да, ну и в общем в некотором уединении, вот князь там надеется, может быть, провести последние дни или часы, как правило, да, вот своей земной жизни, мы знаем, что князь Данил Александрович принял постриг. И им же основанный монастырь Бугоявленский, впоследствии эта территория исторически именовалась Китай городом, между улицами Никольская и Ильинка, древнейшими московскими улицами, была основана обитель, очень почитаемая, ну, можно так сказать, очень популярная среди московской знати, там подвязался будущий святитель Алексей, там подвязался преподобный Стефан, там подвязался строгий старец Геронти, это были духовники московской аристократии. Вот в этой обители был даже каменный храм, остатки которого были обнаружены, ну, лет 20 назад, вот фундамент можно было видеть, сохранившийся белокаменный фундамент этого совсем небольшого по размерам храмов. Ну, и с этими монастырями, точнее, именно с Даниловым монастырем, связана история еще одной обители, не сохранившейся до нашего времени, это Спасский монастырь в Кремле, возле храма Спаса на Бару. Братья монастыря была переведена в Кремль, с места Даниловского, как оно потом называлось, и Даниловский монастырь тоже какое-то время прекратил свое существование, продолжалась монашеская традиция в Спасском на Бару монастыре, а на прежнем месте обитель была возобновлена уже Иваном Грозным. Ну, еще, конечно, нельзя не упомянуть Никола-Угрешский монастырь, основанный святым благоверным князем Дмитрием Донским. Когда еще он не был Донским, он удостоился как раз на пороге, наверное, самого главного испытания своей жизни, такого вот утешения духовного. Князь Дмитрий идет в Коломну, выходит из Москвы, первый переход, первая остановка на берегу Москвы-реки, лагерем разбитые войска. Все-таки, конечно, князь переживает, наверное, определенные сомнения, может быть, есть и момент какого-то уныния, и в этот самый момент ему является икона святителя и чудотворца Николая, всегда очень почитаемого на Руси, и князь восклицает, «Вся сия угреши сердца мое», и дает обет, если вернется живым, основать обитель, и ее основывает монастырь. Этот существует до сих пор, в свое время, в XIX веке, он был приведен в святущее состояние, а постройки этой обители поражают. На том месте, где была явлена икона, часовня, там есть и святой колодец. Вот так, что вот хранит память о событиях, знаменательнейших событиях XIV века, этот монастырь. О другом событии, тоже связанном с такой вот воинской страницей русской истории, напоминает нам московский Сречицкий бодостырь, основанный после чудесных событий, когда молитвами перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери был остановлен страшный Тамерлан, страшный завоеватель. Чудесным образом Москва была избавлена от лютой сечи и, вероятно, от разорения, потому что сил дать отпор по каким-то человеческим представлениям было недостаточно. И вот монастырь основывают в районе Кучково поле, где москвичи встречали икону. Ну, правда, есть мнение, что собственно, встреча произошла на том месте, где впоследствии в Китай-городе на Никольской улице была церковь в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Ну, вообще, такая общераспространенная точка зрения, традиция московская связывает с местом встречи чудотворной иконы, именно район Кучково поле, где эта обитель и была основана. То же самое вот она существует с перерывом до настоящего времени. Сохранился и Высокопетровский монастырь, его основание связано с именем святителя Петра. Когда мы о нем говорили, вот это вот событие, князь просит Ивана Даниловича Калита сон растолковать, к святителю обращается, да, и сон ли это был, или видение наяву, когда он проезжал возле места, которое именовалось Высокое. Ну, действительно, если мы стоим где-нибудь в районе Рождественского бульвара, видно, что место действительно высокое, и там была гора, покрытая снегом, сначала стаял снег, а потом в воздухе растаяла гора. Святитель говорит, что снег это я, я прежде тебя сойду в могилу, ну, а уже после меня умрешь ты, так что гора это вот твой знак, да, твой образ такой, твоего жития дальнейшего. И по преданию, документально точно оно не подтверждено, но предание очень устойчивое. На этом месте святитель Петр основывает иноческую обитель, и что очень важно и интересно, это общежительный монастырь и игумен Иоанн, который, как мы помним, протестовал против кандидатуры Пимена на метрополию во время путешествия в Константинополь, когда внезапно скончался Митяй, уже ввиду византийской столицы, протестовал так, что его заковали в железо и бросили в трюм. Вот этот игумен, он пользовался очень большим таким духовным нравственным авторитетом среди москвичей, как строгий монах, он заводит общежитие. Рождественский монастырь в Москве непосредственно связан с эпохой Куликовской битвы. По преданию, первыми насильницами были вдовы, основательницей монастыря была мать героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго. Храм посвящен празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который пришелся на день Куликовской битвы. Были еще виды, другие виды монашеской жизни, были монастырские слободки, где люди часто подвязались даже без пострижения возле приходских церквей. Количество иноков и инокинь тоже было разным. Были монастыри совсем маленькие, где было 3-5 человек братьев. Ну и были монастыри, где было до 300 насельников. Ну вообще с монастырской жизнью мы будем сталкиваться и в другие периоды. А пока мы эту тему завершаем. Всего вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова